Сегодня фойе областной филармонии на некоторое время превратилось в настоящий музей личных вещей поэтов, артистов и деятелей, которые прославили Кустанайскую область. Среди них Ахмед Байтурсынов, Гафу Кайербеков, Марьям Хакимжанова и многие другие известные личности региона. Часть этих вещей в рамках акции были переданы родственниками в дар Национальному музею страны. Многие думают, ну все уже вроде люди, уже все прошло, время прошло, да. А вот в музее как раз-таки мы опять же возвращаемся к воспоминаниям и вот действительно живыми их предметами мы показываем, насколько реально они сейчас остались в наших сердцах. Вот даже ученики сейчас приходят, Марьям Хакимжанова, стихотворение, ну в школе вот это все. Вот они опять сейчас возвращаются. Это возвращение к истории, я бы так сказала. И не забывать историю нашей Родины. В республиканской акции участие приняли родственники народного артиста Казахстана Капана Бадырова. За свою жизнь он сыграл около 180 ролей и был лауреатом Государственной премии Казахстана. В своем домашнем архиве родственники нашли интересные документы, которые принадлежали народному артисту Казахского театра и кино. Вот его рукописи, которым Мухтара вызывал, который он посвящил. Кроме этого, значит, вот рукописи его дневники есть и так далее. Айдар Хакимжанов, внук известной казахстанской поэтессы Марьям Хакимжановой, прилетел из Алматы тоже не с пустыми руками. По словам близкого родственника, многие личные вещи народной поэтессы семья давно передала в областной музей. Это книги, шкатулки, награды, часы, все они перечислить. Но и для Национального музея нашлось несколько будущих экспонатов. Это стаканы в серебряных подстаканниках, самовар, ваза и очки. Всеми этими вещами Марьям Хакимжанова пользовалась при жизни. Она очень любила чай пить. И в то время, я могу быть свидетелем, в то время были популярны вот такие подстаканники, просто стаканы, с которых она вместе со своим мужем Сергали Бермухамедовым, наверное, за чашечкой, за стаканчиком чая проводила свои беседы, общалась с ним. Вот это действительно мы оставили себе на память после ее ухода из жизни. И она у нас хранилась до последнего времени. По словам внука Марьям Хакимжановы, отдавать вещи известных родственников нисколько не жалко. Ведь становясь музейными экспонатами, они обретают вторую жизнь и сохраняют память о тех, кто делал историю. Хотя с некоторыми вещами родные расставаться не торопятся. У нас еще осталась одна ваза. Еще одни часы остались, если честно сказать, да. Часы настольные такие, да, тоже с гравировками, значит, с надписями дарственными, да. Вот. И я думаю, что, наверное, это можно будет приурочить еще следующую какую-то юбилейную ее дату. Вот. Ну, мы, так сказать, это самое маленькое. Придержали немножко вот эти две вещи, потому что у нас больше практически ничего не осталось. В результате акции в дар национальному музею было передано более 180 экспонатов. Все они теперь будут находиться на хранении в главном музее страны. А в конце года предстанут на большой выставке в Астане. Алексей Басарнов, Евгений Финько, РТН.